Тем временем в Новосибирске началась конференция руководителей промышленных предприятий. Главная тема – охрана труда и здоровья работающих женщин. Обсуждают не только законодательство, но и, например, способы адаптации после декретного отпуска. Сергей Толмачев узнавал у прекрасных дам секреты безопасности, долголетия и здоровья. Седьмой шейный позвонок и властей стоит рост. Это же вдовий горб. Его вообще не должно быть. Со вдовьем горбом учат бороться простыми методами. Во-первых, никакой сутулости. Во-вторых, руку к голове и нагрузку на шейные мышцы. Рука сопротивляется движению головы. Считаете внутренние до 10, допустим, всего 8 подходов рекомендуют. Это можно сделать в офисе. Можно каждое утро сделать. Производственную гимнастику осваивают уже на многих новосибирских предприятиях. Сегодня их руководители рассказывают о новых методиках охраны труда. Год назад собрали первую такую конференцию. Выяснили – работницам просто не хватает времени для походов к врачам. В рамках этого проекта на протяжении 2018 года у нас было охвачено 9 предприятий. Узкие специалисты, такие как эндокринологи, мамологи, выезжали на предприятия. И мы смогли, значит, оказать услугу более полутора тысяч женщин. Это картонная фабрика. Работницы перекладывают почти невесомые коробки. Но за смену получается несколько тонн. А когда зарплата зависит от выработки, отдыхать некогда. Зато технику безопасности соблюдают все, иначе штрафы. На каждом заводе или фабрике свои правила. На заводе химиконцентратов, где работают в том числе и с радиоактивными веществами, фартук по понятным причинам носят и мужчины. Не повредит и вот такая шапка. Ну аж дозиметром должен уметь обращаться каждый. Снять пробы грунта, воды, травы, снега или воздуха. Эту конференцию «Союз женщин» проводят вместе с Министерством промышленности. Они готовы предложения собирать и от других общественных организаций. Стратегия работы по «Союзу мужчин» – это создаете организацию, регистрируете ее, обращаетесь в Минпромторг, что вот у нас есть тематика, есть проблематика. Помогите нам начать взаимодействие с промо-предприятием. Если это интересно и тема востребована, то со стороны промо-предприятия будет интерес, который мы только являемся связующим звеном. В России есть уникальные женские профессии. Например, заготовщица черни – это ювелирный материал, смотрительница огней или мастер-педикюра для коров. Сегодня в зале представители более традиционных занятий. Им лучше знать, какие женские проблемы на производстве нужно решать в первую очередь и искать пути решения. Сергей Толмачев, Алексей Погодин. Новости ОТС.